На многих само слово затмение оказывает влияние по типу не просто конец света. Частично это в большей степени связано с солнечным затмением, когда резко падает уровень освещенности. Но так или иначе, любое затмение оказывает влияние даже на здорового человека. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему возникают затмения. Также узнаете, какое затмение в большей степени может влиять на здоровье человека. Какие факторы оказывают более сильное действие на неподготовленного человека. Почему возникают затмения? Потому что все в природе движется, планеты тоже движутся. И движение планет часто сопровождается тем, что на одной оси, на одной линии находятся три и более небесных тела. Если одной из этих тел Земля, то возникает либо солнечное, либо лунное затмение. Лунное затмение связано с тем, что фактически Луна попадает в тень Земли, когда Земля находится между Лунной и Солнцем. И свет Солнца не попадает из-за препятствий в виде Земли. Земля значительно крупнее, чем Луна. И попадает на Луну. И такое затмение будет завтра. Солнечное затмение возникает, когда между Солнцем и Землей оказывается Луна. По размерам, по визуальным размерам Луна сопоставима с Солнцем. Поэтому она способна полностью, либо частично закрыть, перекрыть поток Солнечных лучей на Землю. С точки зрения восточной медицины Луна это инь, Солнце это янь. Их движение по небосклону постоянно тренирует организм человека, потому что эти светила постоянно перемещаются и тренируются вегетативной нервной системе. Здоровый человек это движение замечает. Если вегетатик у человека ослаблено, регуляция ослаблена, вот здесь вот такие вот движения планет могут влиять, оказывать влияние на состояние здоровья. Наиболее чувствительны в этом плане люди, которые имеют бейтососудистую дистонию или нерецептураторную дистонию. В обоих случаях присутствует повышенная вязкость крови, которая с трудом перемещается по сосудам, нарушается обмен веществ. Чаще всего наиболее чувствительный к этому органам это мозг, хотя страдают все органы и ткани в организме. Когда кровь не идет к кистям, кисти холодные, стопы холодные, точно так же кровь не идет и к другим внутренним органам. Просто здесь вызывает дискомфорт холодные руки, темные круги под лазами вызывают косметические желания, косметические повлияют на проблему. Ну а когда пытаются страхи, тревоги, депрессии лечить различными способами, я это понимаю, фармакологически это прикрыть можно, но пока вы не измените вязкость крови, эти состояния будут периодически нарушать ваш уровень здоровья. И в этой системе очень плохо тем, у кого регуляция ослаблена, нарушение обмена веществ и возникают различные процессы. Если ослаблена, если присутствует воспаление, оно затягивается. Если вы рассчитываете на выздоровление, выздоровление происходит медленно. И важно эту ситуацию понимать как должно и выполнять соответствующие действия. Что происходит, когда Луна попадает в тень Земли? Ну это означает, что человек ощущает практически только силу притяжения Луны. Но поток электромагнитного импульса, который идет, связан с Солнечным светом, он да, он в этот момент минимален. Но так происходит каждый ночь. И в принципе такое состояние может действовать разве что на слишком впечатлительных людей, когда да, ух ты, Луна, она куда-то, как какая-то она не другая. Но Солнечное затмение, оно значительно сильнее действует, когда на протяжении дня, когда идет поток электромагнитных импульсов, и не важно, Солнечный день это или пасмурный импульсов, все равно идут. Облучение фактически Солнечное идет постоянно в этом случае. И вдруг Луна препятствует этому процессу, на Землю не идет электромагнитное излучение. Вот тут вегетатика может пошалить. И внезапное такое резкое снижение вот этого потока электромагнитных импульсов организм может воспринимать как легкий шок, как стресс. И обмен веществ может нарушаться, ведь обмен веществ это движение электрически заряженных частиц, которые идут через мембрану и идут в определенных условиях. Очень хорошо, когда идет поток Солнца, но все мы находимся постоянно в магнитном поле Земли. И обмен веществ зависит, он настроен фактически на магнитное поле Земли. Сейчас много исследований идут, что меняется магнитное поле, меняется расположение полюсов, и это серьезно влияет на состояние здоровья. Но магнитное поле Земли, оно на вас действует по-разному, в зависимости от того, насколько вы находитесь близко около Земли. Наиболее сильное оно на расстоянии примерно четырех этажей от Земли, поэтому подъем в лифте может вызвать тоже приличный вегетативный стресс для человека, потому что он теряет связь с вот этим магнитным полем. Немножко обмен веществ идет не так, как хотелось бы. И важно изменить свой образ жизни, изменить систему питания, употребление воды, веятельный активный, в соответствии с возможностями вашего организма, возможностями сегодняшних. А также, используя определенные возможности, вот таких натуральных способов воздействия на организм, ну, все-таки адаптировать свой организм, подготовить его к таким ситуациям. Но солнечное, лубное затмение, чаще всего это эпизод в вашей жизни, который встречается не так часто. Значительно чаще нас испытывают иные ситуации. Это изменение погоды, изменение климата, когда мы решаем вдруг оздоровиться и уехать совершенно в иную климатическую зону. Да, эти ситуации, они встречаются значительно чаще. Ну, вот я, например, в такую ситуацию попал, и это стало поводом для того, чтобы написать это видео. Я сейчас нахожусь в Карпатах, 3 апреля 2015 года, и я готов поделиться с вами вот той ситуацией, которая сейчас произошла. У меня лежит снег, причем достаточно приличных размеров, как вы видите. И это реалии этой жизни. Его можно потрогать. Вот он такой, хороший, хорошо лепится. Его можно слепить напоследок весеннюю такую снеговую бабу. Вот такая вот красота в Карпатах буквально за одну ночь. Правда, как вы видите, куча снега показывает, что его активно убирают. И реально это так, но на крышах все еще лежит, тут лежит. Видите, у соседей снег вообще не тронут. Вот достаточно приличный слой. Сантиметров 10-12 снега присутствует. Это всего за одну ночь. Вот такая вот ситуация произошла в Карпатах сегодня. Ночью. И вот такие катаклизмы, они чаще. Мы не можем управлять этими ситуациями. Я вчера, когда утром выпал небольшой снежок, к обеду он растаял. Мы похохмели, что да, вот последний весенний снег. Снег далеко не последний. И мягко выражаясь, не весенний. Смотрите, какая красота напоследок я вам еще покажу. Это ситуация, увы, это реалии сегодняшней жизни. И в такие ситуации человек может попадать легко и просто в любое время. Причем эти ситуации невозможно заказать, их невозможно спрогнозировать. Нужно просто правильно их принимать как данность и знать, что делать в этих условиях. А делать нужно составить себе нормальный режим питания. Посмотрите видео на моем канале «Консультация врача-диетолога онлайн». Там я расписываю, как правильно питаться вообще обычному человеку, для того, чтобы поддерживать уровень здоровья. И даже при некоторых состояниях и заболеваниях. Посмотрите мои видео «Как правильно пить воду», «Как правильно двигаться», «Как правильно дышать». Такие видео есть на моем канале, их более 500. И вы можете выбрать для себя тот путь, по которому вам нужно идти. Если хотите идти самостоятельно, без проблем. Если хотите идти с моей помощью, есть частично. Эта информация есть в книгах, которые мной опубликованы. Их можете заказать, увидев контакты на этом видео. Выбор ваш, а путь один. Здоровье на одно. Его нужно беречь, сохранять. Приумножать не получится. Нужно сохранять тот уровень здоровья, который есть. И жить в тех условиях, которые, увы, возможно, диктуют вам ваши заболевания и условия окружающей среды. А правильно этим пользоваться вы можете с помощью врачей, которые знают, как помогать организму в различных условиях. И с наименьшими потерями выходить из тех ситуаций, в которые вы, увы, можете попадать. С этими словами и с пожеланием крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения я это видео буду заканчивать. А пока вы думаете ставить лайк на это видео или не ставить, отправить это видео, я надеюсь, что с последним весенним снегом в этом 2015 году своим друзьям или не отправлять. Сегодня я общался с моим товарищем, который живет в Америке. Он попросил, дай посмотреть. Я не видел снег уже 10 лет. Он живет в условиях тропиков. Фактически снега нет. Я ему сегодня показал. Даже потрогал руками. Даже порадовал своего товарища. А с этими словами я буду заканчивать это видео. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.